Снижение техногенной нагрузки на планету, создание поселений и масштабных производств на орбите. В Беларуси проходит седьмая глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса. Переход человечества на новый космический этап своего развития обсуждают ученые, инженеры и предприниматели. Ставшие традиционной глобальная конференция объединяет людей, которых волнует будущее нашей планеты. Только к онлайн-трансляции, которая ведется на трех языках, подключились тысячи зрителей. Наша седьмая конференция впервые проходит под новым названием, выйдя за пределы своего международного статуса на глобальный уровень. Тем самым мы подчеркиваем масштабность наших проектов и их жизненную значимость для всего человечества. В этом году мы побили свой рекорд по количеству заявок. У нас собрано более 40 научных заявок по абсолютно различным тематикам. У нас в этом году представлено несколько секций. Это и технологические секции, и энергетические секции, и биологические секции, и даже социальные. Выступление докладчиков, панельные дискуссии, стенд, сессия, выставочная экспозиция. На масштабной площадке озвучены по-настоящему космические планы. Например, создание общепланетарного транспортного средства, которое будет опоязывать всю планету по экватору и обеспечить перенос грузов и пассажиров с Земли. Подъем на орбиту происходит счет центробежной силы. Ленточные маховики, которые расположены в вакуумных каналах, они вращаются, и этой силы достаточно для того, чтобы выйти на орбиту. Не просто стартовая площадка, но и готовая инфраструктура для нашего струнного транспорта, который уже сейчас готов решать транспортные и грузовые проблемы мобильности. Проект достаточно глубоко проработан, он рассчитан и экономически, и технически. Многие наиболее сложные, наиболее значимые вопросы уже решены. На сегодняшний день, конечно, необходимо сделать еще ряд шагов для того, чтобы обеспечить социальную среду приемлемую. Земля для жизни, космос для индустрии – лейтмотив конференции. Цель вывести за пределы Земли производство, загрязняющее нашу планету. Многие элементы программы реализуются уже сегодня, в их числе струнный транспорт, эко-дома и органические удобрения на базе гуминовых кислот. Когда во всем мире люди живут сегодняшним днем и совершенно не думают о том, что будет завтра, таких проектов должно быть как можно больше. Благодаря таким конференциям будущее у нашей планеты есть. Очень интересное направление по различным техническим решениям создания новых машин, новой техники, новых технологий, инженерных решений по освоению коммуникации на планете Земля. И он может вовлечь многие молодые поколения, что очень важно для воспитания будущего, подрастающего поколения, для молодежи. Также на масштабном мероприятии посадили дерево. Это традиция. Каждую конференцию участники пополняют аллеи новыми саженцами. Они олицетворяют то, что год от года сторонников развития космоиндустрии становится все больше.